Слава нашему Богу! Брат, который приехал из России, Волгодонск, Ростовская область, брат Сергей, он будет трудиться словом, также его сын, который здесь рядом в церкви Христа Спасителя, он также будет говорить Слово Божие, поэтому мы будем молиться, чтобы Бог благословил это служение, благословил пение, благословил молитвы. И хочется, чтобы Божья благодать сегодня наполнил наши сердца, также помолимся за наш молодежный хор, который поехал в Удбур, тоже там будет служить пением, брата Виктора, который будет говорить там Слово, чтобы Бог благословил и там посетил их силой Святого Духа. Какой прекрасный у нас Господь, который благословляет в разных местах, где собирается народ Божий, где призывает Его Святое Имя, и мы будем призывать, чтобы Бог благословил, чтобы наполнил своей силой благодать. Я читаю два места Слова Божия, и мы будем просить Божьего благословения. Написано в Псалом 91, 14 стих и по 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут, вот враг Бога нашего, они и в старости плодовитые, и сошные, и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Насажденные в доме Господнем. Я верю сегодня, что на это место пришли все те, которые насажденные в доме Господнем. И что они должны делать? Они должны возвещать. Они должны говорить то, что праведен Господь. То, что твердыня моя, это Господь Бог. Пусть Бог сегодня благословит. И еще одно место Слово Божье. Песни-песни, 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера и пронесись с юга, повей на сад мой, и полются ароматы его. Поднимись, ветер с севера и пронесись с юга, повей на сад мой, насажденные в доме Господнем». Как хочется, чтобы сегодня ветер Святого Духа, он повеял на это место. Чтобы ароматы сегодня, чтобы сегодня наши уста, они прославили Господа, соединились с Господом. И мы могли в Духе Святом прославить нашего Бога. Давайте мы, вставшие, попросим Божьего благословения. Божий наш, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, что мы можем снова быть в доме молитвы. Благословляй Твое Святое Имя, превозноси Тебя наш Бог и наш Царь. Аллилуйя! 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 Ты нашел нас в этом мире, Боже. И сегодня мы насаждены в доме молитвы, в доме Господнем, Господь. Ты призвал нас, Боже, с разных мест, чтобы сегодня на этом месте, в это утро, сооружить жертву, хвалу, благодарности Тебе за милость, за любовь, за мирное и тихое небо, Господи. Что мы сегодня в доме молитвы можем открывать наши уста, благословлять Твое Святое Имя, превозносить Тебя. Ты достоин славы, Ты достоин чести, Ты достоин величия Божия, благослови это служение. Благослови говорящих Слово Божие, возьми в удел Твой, Господи, чтобы на этом месте было прославлено Твое Имя, Бог Святый. Благослови поющих, играющих, молящихся, благослови. Каждого, кто будет слушать Слово Твое, благослови. Во имя Иисуса просим Тебя, нашу молодежь, и все, кто поехал туда, Боже, благослови там, служение. И там посети Духом Святым и весь народ, который призывает сегодня в этот день воскресное имя Твое. Благослови, посети Твоей силой Духа Святого. Обновляй, Господи, Твои силы, чтобы нам переходить из силу в силу. Из веры в веру, Господи, во имя Иисуса. А мы Тебя превозносим, и в это утро пусть будет Тебе слава и поклонение нашу доброму Богу, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Христу хвала! 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 Христу хвала! Христу хвала! Христу хвала! Из глубин души моей Бьется песня о тебе Ты, Господь, кто всех милей В судьбе моей Все проходит время мчиться Сердце Божья благодать Ну а песня словно птицу Невозможно удержать Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог Славим имя Христа Наши веры и стоп Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог В былком сердце наша вера Прорастет как колосок Ты с нами, Бог Пусть песни наполнен Отовсюду голоса Пусть ее нам подпоют Поля леса Это песня о спасении О любви на всей земле О великом искуплении О тебе и обо мне Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог Славим имя Христа Наши веры и стоп Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог В былком сердце наша вера Прорастет как колосок Ты с нами, Бог В нашем сердце Бог и в песне И в росинке, и в слезе Счастье будет с нами вместе Солнце и грозе Пойте реки, пойте горы И равнины, и моря Имя Господу и веру Снова прославляю я Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог Славим имя Христа Наши веры и стоп Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог В былком сердце наша вера Прорастет как колосок Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог Славим имя Христа Наши веры и стоп Ты с нами, Бог Ты с нами, Бог В былком сердце наша вера Прорастет как колосок Ты с нами, Бог Сейчас служение в горах Сейчас служение в горах Славим имя Христа 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 Наши вера Славим имя Христа Дорогие друзья, давайте вместе скажем Слава Богу Нам сегодня очень приятно быть у вас в гостях в вашей церкви, делиться Словом Божиим. Сегодня у вас необыкновенное служение, сегодня у вас семейная тема, когда вы будете посвящать своих детей для Бога. Потому что мы верим, что наши дети, они принадлежат Богу. И мы приносим их на это место, мы хотим, чтобы их жизнь целой и полностью, она находилась в Божьей руке. Потому что мы верим в эту молитву церкви. Когда мы приносим своих детей, когда церковь совершает свою молитву, то мы верим в то, что это действительно работает в жизни наших детей. Мы знаем, что семья – это Божье постановление. Однажды Иисус Христос сказал, будучи здесь на земле, что «Я создам церковь мою». Но в то же время основание семьи и церкви, оно одинаковое. Бог создал церковь, ровно таким же образом Бог создал и семью. Когда Он сотворил мужчину и женщину, и когда Он сотворил Адама, то Он увидел, что Адаму одиноко, и Ему нехорошо быть одному. Он увидел, что нехорошо быть человеку одному. И Он сотворил ему женщину, Он сотворил ему жену. Бог создал мужчину и женщину. Это Божье постановление. Семья. Это Божье устройство. Ровно как Бог заботится об устройстве в церкви, и многие апостолы писали свои послания, и они переживали о том, чтобы в церкви Божьей был порядок. Апостол Павер, он многократно писал свои послания, и он учил своих учеников, учил Тимофея, как ему нужно поступать в Доме Божьем. Он говорит, если я замедлю, то я хочу, чтобы ты знал, как тебе поступать в церкви. И он говорит, что в церкви есть определенная иерархия. Он говорит, Бог поставил от них апостолами, пророками, учителями, пастырями. Это Божье постановление. Но наравне с этим апостол Павел, апостол Петр много уделял времени и внимания на то, как нужно нам, верующим людям, поступать в своей семье. Потому что мы понимаем, что церковь, она напрямую зависит от семьи, от семей. Какая атмосфера в нашей семье, в наших семьях, такая атмосфера будет и в церкви. Апостол Иоанн говорит, что если мы имеем общение друг с другом, если мы имеем общение с Богом, то в этом случае кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха. Если в наших семьях есть мир между мужем и женой, между родителями и детьми, тогда Бог благословляет не только мою семью, но Бог благословляет нашу церковь, потому что этот Божий мир, он подчеркнет как в моей семье, так и в церкви. Многие люди сегодня в этом мире, они хотят иметь Божье благословение в своей жизни. Дети хотят иметь благословение по-своему. Когда мы взрослеем и мы создаем свою семью, то мы хотим иметь благословение в своей семье, мы хотим иметь благословение в своих детях, и с возрастом мы хотим иметь разные благословения в своей жизни. Но благословение Божье – это не подарок. Благословение Божье – это вознаграждение за то, что тебе было вверено. Когда ты живешь праведной и святой жизнью, когда ты живешь по Божьему Слову в своей семье, в своем доме поступаешь так, как этого хочет Божье Слово, то Бог благословляет тебя, Бог благословляет твою семью. И это благословение становится не просто, знаете, которое находится внутри твоего дома, которое никто не видит, но это благословение становится очевидным для всех людей. Потому что Божье Слово, оно живое и действенно, и Бог стоит за Своим Словом. Он наблюдает за каждым из нас, чтобы мы правильно поступали в своих семьях. Апостол Павел пишет свое послание к Ефесянам, 5 глава, и он говорит такие слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела». И 6 глава. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Апостол Павел пишет послание к Ефесской церкви. Ефесяне в прошлом – это язычники. Это люди, которые никогда раньше не знали живого Бога, и они поклонялись идолам, и они никогда не слышали о живом Боге. Но когда они услышали весть об Иисусе Христе, когда они услышали весть евангельскую, их сердце поменялось, их сердце расплавилось, они приняли Иисуса Христа как Господа, личным спасителем в свое сердце, и они отдали свою жизнь на служение Богу. Но несмотря на то, что они стали святыми, как апостол Павел пишет в первых главах этого послания, несмотря на то, что они были омыты, несмотря на то, что они были искуплены, несмотря на то, что они уже были посажены на небесах, апостол Павел пишет им это послание, и Он учит их, как им нужно поступать в семьях. Он учит их, как им нужно поступать в своей жизни. Он говорит, кто крал, впредь не кради. Оказывается, люди, находясь в церкви, уже будучи членами церкви, продолжали воровать, продолжали говорить друг другу неправду, продолжали говорить ложь друг другу. И апостол Павел пишет это послание, Он как бы приводит в чувства этих людей, и Он учит их, как нужно жить праведным и святым людям. У язычников было по-другому. У язычников жена могла не повиноваться своему мужу, и у язычников муж мог не любить свою жену. А дети могли не повиноваться своим родителям. И апостол Павел пишет это послание, и Он говорит, что жена, она должна повиноваться своему мужу. И Он говорит, это не потому, что я так захотел, и не потому, что братья в церкви собрались с братским советом, и они вывели такую формулу, что жена в церкви да молчит, и она должна повиноваться своему мужу во всем. И потом, Он говорит, это Божье постановление, это Божье устройство. Это не я так захотел. Бог создал церковь, и Он определил некоторые условия для существования церкви. В церкви есть определенная иерархия. Ровно так же и в семье. Бог поставил так, что муж глава семьи. И Он, обращаясь к мужчине, говорит, что ты должен любить свою жену. Он говорит о том, что выбор своей жены – это твой добровольный выбор. Тебе никто другой не выбрал ее. Это твое собственное решение. И если ты принял такой выбор в своей жизни, что эта женщина станет твоей женою, то на протяжении всей своей жизни ты должен ее любить. На протяжении всей своей жизни, что бы ни происходило в вашей жизни, с какими бы вы обстоятельствами не встретились, это твой выбор, который Бог благословил. Бог благословляет наш выбор. И Он говорит, мужья, любите своих жен. С годами ваш выбор, Он говорит, он не должен измениться, он не должен поменяться в какую-то другую сторону. И ты можешь сказать своей жене, что с годами что-то поменялось в своей внешности, что-то поменялось в моей жизни. Я как-то, знаете, по-другому стал смотреть на жизнь. Мое финансовое положение изменилось. И я хочу найти кого-то другого. У язычников это было нормально. У язычников было нормально разводиться, найти себе другую жену, найти себе другого мужа. Но апостол Павел пишет это послание и говорит, теперь вы верующие люди. Вы стали членами церкви. И он наводит порядок, чтобы в ваших семьях был порядок, было Божье устройство. Жена повинуется мужу, а муж любит свою жену, любит свою жену. И ниже он говорит, дети должны повиноваться своим родителям, как прилично в Господе. Многие дети сегодня, многие люди в этом мире, они хотят быть успешными, они хотят быть успешными в бизнесе, они хотят, знаете, овладеть какими-то финансами, каким-то состоянием, и они хотят долго жить на этой земле. И Слово Божье говорит, если ты хочешь быть благословенным Богом, если ты хочешь быть долголетен на земле, почитай своего отца и мать. Это первая заповедь с обетованием. Если ты будешь почитать своих родителей, то Божье благословение, оно придет в твою жизнь незамедлительно, потому что Бог стоит за Своим Словом. Его Слово никогда не возвращается назад тщетным. Многие люди сегодня хотят какими-то усилиями хотя бы на немножко продлить свою жизнь здесь на земле. Богатые люди отдают очень много денег, чтобы хоть как-то прибавить себе жизни, но у них ничего не получается, потому что есть один, который дает жизнь, который определяет нашу жизнь на этой земле. Это Бог и Иисус Христос. И Он говорит, если ты хочешь жить хорошо на этой земле, если ты хочешь долго жить, почитай своего отца и мать, и ты будешь иметь благословение. Апостол Павел пишет послание к язычникам, к бывшим язычникам. Мы так же с вами. Мы бывшие язычники. Мы не были в числе израильского народа. И мы жили, как Павел говорит, по своим страстям и по хотям. Мы жили так, как хотели. Но сегодня, Он говорит, вы спасенные. Сегодня вы омытая кровью Иисуса Христа. Сегодня, Он говорит, вы посажены на небесах. И Он говорит, что сегодня эти люди, которые находятся вокруг вас, они уже по-особенному смотрят на вас. Они по-особенному смотрят на вашу семью. Они по-особенному смотрят на то, как мы работаем, как мы себя ведем со своими соседями. люди наблюдают за нами и он ставит все точки на свои места расставляется на свои места он говорит что семья это божье постановление если ты говоришь что ты омытый кровью иисуса христа то ты должен быть головой у своей семье ты должен правильно расставить приоритеты в своей жизни ты должен правильно воспитывать своих детей к сожалению библия очень много показывает нам негативных примеров когда люди будучи царями будучи пророками но их дети они были абсолютно противоположны своим родителям у давида были дети у давида были сыновья которые поступали не так как нужно было поступать амнон поступил не так как нужно было ему поступать но он оказался остался безнаказанным почему-то давид ничего не предпринял для того чтобы как-то поговорить с этим сыном как-то наказать его знаете привести какие-то привести его в чувства какие-то дисциплинарное дисциплинарное взыскание применить к этому человеку но почему-то проигнорировал это последствии другой сын из-за того что он остался безнаказанным восстает на другого своего брата а весолом восстает и убивает этого человека и давид не желая разбираться в этой ситуации просто отсылает его со своих глаз долой иди живи где-то в другом месте я просто не хочу тебя видеть чтобы мои глаза тебя не видели иногда бывает так наших семьях когда знаете наши интересы идут в разрез с нашими детьми и наши дети подрастая они знаете против как бы проявлять какое-то противление и мы не желая поговорить с ними мы не желая сесть и знаете как там поговорить о божьем слове говорить о том что библия говорит по-другому наставлять своих детей мы как бы снимаем себя эту ответственность и говорим послушай ты уже подрос живи как хочешь это твой выбор пожалуйста иди куда хочешь и живи как ты считаешь нужным но больше слова говорит что мы должны учить свои детей слову больше говорит что идешь по дороге говори сидишь говори на отдыхе говори своим детям об иисусе христе говори и вот эти вот христианские истины внушаем христианские ценности впоследствии этот ависалом восстает на своего отца он захотел забрать себе царский престол потому что давид мало указывал мало времени знаете занимал на том чтобы как-то поговорить со своими детьми и чему-то их научить сегодня бог верил каждому из нас семью мы находимся в разном статусе но человек рождается в семье человек не может родиться вне семьи человек рождается в семье ребенком впоследствии вырастая он создает семью или девушка становится частью семьи когда она соединяется со своим мужем и образует новую семью новую ячейку общество и бог желает чтобы наши семьи они были образцовыми они были примерными потому что мы должны помнить что иисус христос умер за каждого из нас многие люди сегодня знаете в семьях говорят что ну ты знаешь вот этот ребенок похож на мою жену у них такие гены ну что с ней взять или жена говорит этот на папу похож мальчик ну вот такой вот незаурядный ну что с него взять но слово божье говорит что бог изменил нашу природу и это что было раньше наша греховная природа бог пригвозил ее ко христу мы сегодня святые люди мы сегодня искупленные люди и когда мы посвящаем своих детей здесь на сцене для бога то они уже божьи никакая греховная природа уже не имеет силы над нашими детьми когда мы посвящаем их для бога когда мы говорим о божьем слове когда мы наставляем их жить христианской жизнью да благословит нас господь чтобы наши семьи они воистину были христианскими где муж это глава семьи а жена повинуется своему мужу а дети уважают своих родителей давайте мы преклонимся и помолимся нашему богу и попросим благословения на то чтобы он благословил наши семьи аминь 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 а 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 Мы благодарны Тебе, Господь, и нуждаемся в милости. Слава Тебе, дорогой Господь! Мы благодарим Тебя за этот день, за то, что мы имеем эту прекрасную возможность быть сегодня в Доме Твоем, Господь. Это милость Твоя над каждым из нас, Божия. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас, Господи, что Ты спас нас, Господи, что Ты омыл нас. И Ты, Господь, привел нас в Церковь Твою. Это привилегия, Господь, которую имеют сегодня не все в этом мире. Но, Господь, Ты сегодня нашел нас, Иисус. Слава Тебе, Господь! И Ты изменил наш статус. Мы стали спасенные, мы стали Твоими детьми, Господь. Слава Тебе! Это Твоя милость, Господи. И сегодня мы просим благословения, чтобы Ты благословил наши семьи, чтобы Ты благословил наши дома, чтобы Ты послал Твое благословение, Боже. Я прошу Тебя, чтобы Твоя охрана она была над нашими домами, она была над нашими семьями, она была над нашими детьми, Господи, когда они в этом мире, когда они идут в школу, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты хранил их от всякого греха, чтобы Ты поставил Твою охрану и защиту, о, как мы в этом нуждаемся, Господи, мы просим Тебя, чтобы наши дети, они принадлежали Тебе, и дьявол не имел никакого доступа, Господь, я прошу Тебя, поставь над ними Твою охрану и Твою защиту, Господь, благослови нас, Господи, как родители, чтобы нам иметь сердце мудрое, чтобы нам, Господь, мудро воспитывать своих детей, как этого, Господь, требует Слово Божье, так как этого Ты хочешь от нас, я прошу Тебя, благослови мужей, Господь, чтобы они были главами в своих семьях, чтобы у них была мудрость, Господи, разумно управлять своим домом, я прошу Тебя, во имя Твое, пошли Твое помазание, Господи, благослови жен наши, Господь, чтобы они были, Господь, покорны своим мужьям, чтобы они повиновались, Господи, в любви, из-за любви, Господь, я прошу Тебя, благослови нас всех, благослови церковь Твою, благослови, Господь, это служение, благослови братские уста, благослови хор, Господь, Который воспевает имени Твоему Святому Мы нуждаемся в этом И просим Тебя благословения Тебе хвала за все Отец, Сын и Дух Святой Аминь Наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение Но избав нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И сила, и слава Во веки. Аминь Сейчас сестра Валентина стих После чего у нас будет молитва благодарности И нужды. Пожалуйста Валентина стих Найдет ли веру на земле Когда внезапно вновь Христос вернется Мир, он всегда лежит во зле О нас здесь разговор ведется Найдет ли веру он средь нас Ту драгоценную, живую А ведь Христос придет В нежданный час В минуту, так сказать, любую Сегодня ночью Вот бы да Восторг свидания предвкушаем Но в ожидании беда Ведь часа встречи Мы совсем не знаем Быть может годы протекут Сын человеческий замедлит Нас всех уже не будет тут И всех нас здесь заменят дети А наши дети будут ждать И сохранится ли в них вера А вдруг на Божью благодать Сейчас у них другая будет мера Святая заповедь отцов Сильна ли будет в поколениях И средь грядущих в мир родов Найдется ли ждущий на коленях Как ценно то Что мы сейчас передаем Как жизни стимул Как важно то Что видят в нас И что невольно Но воспримут На нас ответственность лежит Перед живущим дальше родом Дадим ли детям в руки щит Скрижаль Написанную Богом Останутся в сердцах ли их Святые заповеди Божьи Храняя их От путей кривых Где враг замаскирован Ложью Как важен Каждый день и час В который мы Живем на свете Используем же Все сейчас на труд С простым названием Дети Слава Богу Братья и сестры За этот день воскресный Мы сегодня с вами В доме молитвы Господь сказал Дом мой дом Молитвы Наречется Нас по хорошему По хорошей нашей традиции Мы совершаем молитву Посреди служения Эта молитва направлена И на благодарность И нужды у нас есть Пред Господом И мы Мы говорим Богу Об этом И знаем Как только что был Этот стих Сказанный Найдет ли веру На земле Господь Знаете Мы должны молиться С верою Немало не сомневаясь Величие Силу Любовь И могущество Нашего Господа Он когда-то всех Нас избрал Поставил Чтобы мы шли И приносили Плод Господу У нас сегодня В собрании Такое направление Молитва за детей И мы конечно Бог нас благословляет Детьми И Писание так говорит Вот наследие От Господа Дети Награда От Него Плод Чрева И правда Когда рождаются Детки Хотя рождаются Со скорбями Но мы их принимаем И радуемся Потому что Бог вознаграждает Нас Нашими Детьми Ну дальше Мы идем по жизни И написано Вот в 127 Псалме Написано Блажен всякий Боящийся Господа Ходящий путями Его Ты будешь есть От трудов Рук Твоих Блажен ты Благо тебе Жена Твоя Как плодовитая Лоза В доме Твоем Сыновья Твои Как масличные ветви Вокруг трапезы Твоей Так благословится Человек Боящийся Господа И Бог Предлагает нам Быть боящимися Господа Чтобы получать Божье благословение И дети Знаете Вот Дети Бог благословит Нас детьми И мы Уповая на Господа Понимаем Что наших детей Надо Благословлять Надо за них Молиться Надо за них Их воспитывать Стоять за них В проломе Потому что Они еще Маленькие Когда рождаются Надо многому Их научить Но прежде всего Нужно самим Быть Должным И хорошим Состоянием Пред Богом А Писание Говорит Это состояние Блажен Человек Боящийся Господа Пусть Бог Нам Поможет Знаете Бояться Господа Во все дни Жизни Нашей И этот Страх Божий Который Мы будем Иметь Оно Является Сокровищем Началом Мудрости И оно Будет Передаваться Нашим Детям Чтобы Дети Наши Они Служили Господу Пусть Нас Бог Благословит И мы Сейчас Совершим Молитву Знаете Благодарности И за Нужды Которые Есть У нас Тут На Вайбере Нужды Я просил Братья Взять Микрофоны И Помочь Тоже Может быть У кого Есть Благодарность За Нужда За Своих Детей Или Еще За Что-то Вы Можете Сказать Но Я Вас Очень Прошу Сделайте Кратко Кратко Сделайте Чтобы Мы Могли Больше Помолиться Друг За Друг И В то же Время У нас Есть Программа Пусть Господь Благословит Пожалуйста Слава Богу Благословит Господь Благословит Господь Я Благодарю Его За То Что Он Благословляет Заботится Охраняет Просто Слава Не могу Погабрать И У меня Есть Большая Лужка Я Первый Раз У вас Я Просил Вас И Сегодня Также Прошу Вас Искренне Не только Сегодня Но и У себя Дома Если Вам Будет Желание Вспоминайте Один Синута Там Украина Их Очень Много Поверьте Я Даже Не могу Цифры Назвать Тем более Сейчас Война Поверьте Я Общаюсь Со Многими Украинцами Родичие Спасиров Не Сокращается А Наоборот Помолитесь Чтобы Господь Спас Из Души Это Самое Главное Потому Что Они Живут Без Родителей Без Бога А Для Бога Ничего Невозможного Аминь И Также Помолитесь За Меня Чтобы Господь Меня Истанил Чтобы Имя Божье Прославилось Через Мои Немощные Уста Помолимся И За Сирот И За Вас Брат Галя Хлебова Привет Передавала Я Ей Звонил Всем Любящим Господа И Пожалуйста Помолитесь Чтобы Бог Укрепил Ее Здоровье Братья И Сестры Мы Имеем Такую Нужду Ну Во-первых За Нашего Сына Чтобы Бог Его Сохранил Он Находится Как бы В подполье Никуда Не Выходит А Также Наши Невестки Родной Сестры Мужа Прямо С работы Забрали И Отправили В Днепро И там Сейчас Он Проходит Как бы В учебке Но У него Слабое Сердце У него Порог Сердца Его Там Бьют Он Ну Сообщил Своим И Жена Его Сильно Платит Но Мы Когда Были В Украине Мы Свидетельствовали Им Обои Я Прошу Говорю Господи Если Что-то В его Сердце Осталось Сохрани Его И дай Ему Обратиться К тебе Познать Тебя Так что Его зовут Сережа За Сергея Помолимся И за Вашего Сына Тоже У нас Есть На Вайбере Нужды Да Пожалуйста У меня Есть Большая Благодарность Господу Вчера Я Разговаривала С Россией Со своими Родственниками И Сноха Моя Которые Живут В Магнитогорске Рассказала Что у них Произошел Такой Случай Ночью Когда Все спали В их Многоэтажном Доме Лопнула Труба Горячей воды И Этот Кипяток Полился В их Квартиру Они Конечно В такой Расселенности Все Повыбежали И Что делать Как быть Но Слава Богу Бог Дал Милость И Брат Нашел Там Где Ее Отключили Квартира Пришла Полностью В негодность Потому Что Ну Представьте Кипяток Но Бог Их Сохранил Я прошу Помолитесь За них Чтобы Бог Их Разумил И Чтобы Они Покаялись Чтобы Они Приняли Это Как От Господа Что Это Произошло Не просто Так Потому Что Там Целая Цепь Всяких Событий Обо Всех Говорить Это Очень Долго А Мне Чтобы Бог Дал Мудрость И Как И Что Им Говорить Я Прошу Бога Помощи В этом Вопросе Помолимся За них Чтобы Бог Открыл Им Разум И Сердце Для Принятия Христа Анджина Умов У нас Большая Благодарность Господь Крестил Духом Святым Нашу Дочь Амилию На Выезде Подростков Слава Господу Михаил Панте Дорогая Церковь Благодарю Бога За Все И Прошу Вас Пожалуйста Помолитесь За Нашего Сына Иосифа Который Еще Находится В Больнице Чтобы Бог Явил Свою Милость К Нему И Даровал Исцепление Благодарю Будем Молиться За Иосифа Наталья Изаита У нас Вчера Было 28 Лет Совместной Жизни Благодарю Господа За Мужа И за Все Эти Годы Вместе Прожитые За Его Охрану Все Милости И Благословения Слава Богу За То Что Бог Даровал Вам Прожить 28 Лет Пусть И дальше Благословит Жизнь То Вы Имеете Нужно Давайте Обратимся К Господу И Помолимся За Служат Богу Служили А Те Которые Служат Приносили Ему Плод Отец Небесный Слава Тебе Слава Тебе Наш Господь Мы Благословляем Тебя Бог Святой Мы Благословляем Тебя Святый Божий Потому Что Ты Наш Отец Ты Родил Нас Словом Истины И Мы Сегодня Твои Дети Мы Чувствуем Твое Отцовское Попечение О Нас Господь Потому Мы Сегодня Благодарны За Все Что Ты Даешь Нам В Жизни Нашей Каким Путем Ты Нас Ведешь Господь Потому Что Это Ты Ведешь Нас Божие И Мы Сегодня Благодарим Тебя За Благословение Которое Ты Дал Нам За Детей Наших Господи Мы Благодарим Тебя Господь Что Ты Даровал Нам Возрадовал Наши Сердца Но Мы Нуждаемся В Том Что Ты Благословил Наших Детей На То Чтобы Они Были И Твоими Детьми Чтобы Они Славили Тебя Господь Чтобы Они Служили Тебе И Те Которые Вдалеке От Тебя Господь Ты Коснись Господи Их Сердец Боже Мой Чтобы Они Познали Тебя Пришли К Тебе Познали Тебя Как Отца Во Имя Иисуса Христа Мы Просим Тебя И Сестра Лиза Просит С этой Нуждой Его Господи За Сергея И За Их Сына Боже Просим Во Имя Твое Господь Коснись Духом Твоим Святым И Брат Просит За Всех Сирот Которые Он И Знает И Которых И Не Знает Господь Дорогой А Которых Они Несут Попечения Господь Боже Иисус Позаботься Ты Бог Сирот Господь Боже Позаботься О них Господи Да Будет Милость Твоя Приведи К Тебе Господь Чтоб Они Познали Тебя А Брата Который Сегодня У нас Гостя И Исцели Его Во Славу Твоего Святого Имени Яви Над Ним Господь Руку Твою Милующую И Исцеляющую Во имя Иисуса Христа Романа Дух Святой Торбели Рабида Божьего Рафиладобели Романта О Тарадам Минкете Сан Табин Рамина Дух Святой Благослови Соверши Своё Дело Во имя Твое Добрый Наш Иисус Мы Благодарим Что Ты Крестил Амилию Духом Святым Продолжай Дальше Это Служение Господь Чтоб Наша Молодёжь Она Была Напоенной Подростки И дети Наши Напоены Твоим Святым Духом Господь Мы Просим За Иосифа Божия Помилуй Его Помилуй Господи Исцели Он Ещё В больнице После Операции Но Ты Исцели И всю Семью Благослови И Мишу И Таню И Гавриила Во имя Господа Позаботься О них Добрый наш Иисус Господь Благослови Семью И Заида Господь Ты их хранил Оберегал Ты Надаш Их Благослови Сестра Тамара Просила За эту Семью Дай им Покаяние Во имя Господа Иисуса А мы Верим Что вознося Эти молитвы Господь Ты их Принимаешь Слышишь И ответишь За всё Тебе Слава Наш Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Друзья Дорогие Мы Сейчас Сделаем Добровольные Пожертвования Также брат Андрей Ответственный За миссионерское Служение Попросил Объявить Что Миссионерский Сбор У нас Будет На следующее Воскресенье Пожалуйста Словом жизни Господи О, оживи меня Дух Святой Утешитель Открой Во мне Христа Все Свои Заботы И Всего Самого Себя Верой Полагаю Я Все Цело На Тебя Иисус 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 О, Отец О, Отец О, Отец О, Отец Дух Святой Дух Святой Дух Святой Прошу Приди Смиренные Сердца О, прошу Покрой Меня Тепло В любви Отца Удали Сомнения И всякий Грех И страх О, напомни Сердцу Освященных Небеса Иисус 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 О, Отец О, Отец О, Отец О, Отец Дух Святой Дух Святой Дух Святой Я хочу с тобою слиться и дышать тобой Ты освобождаешь и даешь душе покой Святостью окружишь и осветишь путь земной Создавать на небе буду вечно я с тобой Иисус, 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 Отец, Отец, Отец Дух Святой 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 в нашей семейной жизни. И мы, я думаю, что никто из нас не представляет, чтобы родившиеся у нас дети, и мы за них не молились. Я думаю, что таких людей вообще на земле нету, потому что все родители желают своим детям добра, благословения, устройства. И я не открою вам большой секрет, если для любой матери ее дочь или ее сын – это самый лучший. Для отца, который имеет детей, особенно сыновей, его сыновья – для него самые лучшие. Но вы знаете, что вот такой наш Бог, Его дети у Него – они самые лучшие. Слава Богу! Мы у Него – самые лучшие из всего мира. Бог избрал нас и даровал нам жизнь и спасение. А сегодня у нас мы говорим об этом благословении для наших детей. И эта молитва, молитва церкви, молитва братьев, она имеет большую силу, она имеет большое благословение, потому что так мы имеем это служение, которое мы практикуем, и оно имеет силу, и мы видим в этом Божье устройство. Я хотел бы напомнить такое место от Священного Писания. Это записано из 2-го послания к Тимофею. Это записано в 1-й главе, где апостол Павел пишет это послание своему сотруднику, своему соработнику, которого он избрал, чтобы он ходил рядом с ним, будучи молодым, чтобы он учился у него, чтобы он перенимал весь опыт, который имел Павел на протяжении всей жизни, и мог продолжать служение Павла. И ему нужны были такие люди. И вот одним из этих людей был Тимофей. И в этом послании уже 2-м Павел пишет такое слово. Он говорит о себе, Павел говорит, «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью». Братья и сестры, хотелось бы обратить наше внимание на то, что Павел пишет. Тот человек, который служил Богу, жизнь которого мы видим, что в свое время она неугодна была воле Божией, жизнь которого она противоречила служению христианства. И мы видим, что Господь встретил его и повел его своим путем. Но он в этом месте говорит, что я благодарю моего Бога, что я служу Богу, оказывается, от моих прародителей, отцы, матери, деды, прадеды, весь народ израильский. Он говорит, я служу от них. Я получил от них эту веру. Я получил от них это ведение и понимание, и Богопоклонение. И я служу ему, потому что мои прародители, они знали Бога, и я знаю. Я не открою большого секрета, если скажу, что многие из вас сидящих на этом месте, многие служат Господу от своих прародителей. Скажем, слава Богу! Это те, которые родили нас когда-то. И я сегодня в церкви говорю не один раз, что если бы не Бог, многих бы детей в церкви не было. Но благодаря воле Божией и пониманию истины наши дети рождаются, и мы приносим их в церковь. И мы понимаем, что это продолжение, наше продолжение, которое будет после нас. И мы хотим, чтобы это продолжение, оно было благословением для других людей. Оно может быть нести даже и проблемы другим людям, если наши дети не соответствуют Божьим правилам. Они будут нести проблемы. Сыновья Илья, Офни и Финиес, которые когда-то были на служении перед Богом, они получили это служение, можно сказать, в продолжении служения своего отца, но их служение, оно несло проблемы в израильский народ. Мы не хотим этого, чтобы наши дети были соблазном для других людей. Для соблазна людей, которые ходят в церковь, мы хотим, чтобы наши дети, как и мы, служили Богу. Правда, братья и сестры? Об этом мы молимся, и для этого мы рождаем детей, чтобы они служили Богу. И дальше Павел говорит, обращается к Тимофею, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Братья и сестры, какой акцент делает Павел? Какое ударение он говорит, пишет Тимофею, Тимофей, вот та вера, которая была в твоей бабке, вот та вера, которая была в твоей матери, он говорит, я ее на память привожу. Мне нравится эта вера, это правильная вера, потому что она привела тебя к Богу, потому что она воспитала тебя правильно, потому что твоя мать и бабушка, они правильно наставили тебя, и сегодня ты нужен мне, ты нужен Богу на служение. Братья и сестры, я хочу акцентировать и сказать, что наши семьи, они могут быть основной подготовкой детей наших для того, чтобы наши дети служили Богу. Потому что если мы в наших семьях не научим детей наших служить Богу, если наши дети не примут то помазание, которое мы имеем, их будущее в церкви, я ставлю под большой вопрос. Не знаю, я как человек, я могу ошибаться. Но мы видим, что Павел увидел этого человека. Он увидел его прилежание, послушание, он увидел его веру, и он говорит, мне нужен такой человек. Павел избрал его, благословил его, и Бог был с этим человеком. Вы знаете, что Павел бы мог сказать, ты знаешь, Тимофей, я пишу тебе это послание, та вера, которая была в твоей бабке, она сегодня ничего не стоит, это было много лет назад. Ну что знает твоя бабушка, которой 80 или 90 лет? Какая вера? Тимофей, ты знаешь, я со Христом встретился, вот я знаю. Он так не говорит. Братья мои, сестры мои, мы видим, что то, что прошли люди раньше нас, они оставались верными нашему Богу. Они оставались верными Богу, и всегда на всяком месте они служили Богу, независимо от обстоятельств. Как хочется сегодня говорить добрые слова каждому из вас, чтобы воистину в ваших домах были те будущие служители Церкви Божией, которые бы продолжили это служение, которое было в вас, которое было в ваших отцах, в ваших дедах. Вы знаете, я однажды так находился в очень большом собрании, будучи в Америке, и прозвучала такая цитата, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Знаете, Дух Божий сильно коснулся меня, моя внутренность расплавилась, я был в присутствии благодати Божией, и Бог заговорил со мной, и я услышал то, что Бог именно ясно, как бы сказал мне в моем сердце, я твой Бог, я Бог твоих отцов, я Бог твоих дедов. Аллилуйя, слава Богу! Тот Бог, которому служили наши праотцы, мы сегодня служим этому Богу, мы сегодня поклоняемся Ему, и мы хотим идти по этому пути, который когда-то проходили наши праотцы. Знаете, я хочу сказать, что я тоже благодарю моего Бога и служу Богу благодаря моим прародителям. Они прошли труднейший путь испытаний, скорбей, страданий за имя Иисуса Христа. Один мой дед, знаете, его посадили в тюрьму в 43-м году, и он писал домой прощальное письмо своей семье. Он говорит, я умираю от голода. Это было в сухобезводной. Может, кто-то знает. Он говорит, мои ноги опухли. Я не хожу на работу. Мне осталось жить несколько дней. Получивши это письмо, моему отцу было 15 лет. Он начал делать маленькие посылки, сколько можно было, и отвозил их в военное время за 100 километров на другую станцию, где принимали эти посылки. И благодаря этому его отец, а мой дед, он выжил. Он остался верным Богу. Пришло время, мой отец в 51-м году пошел за отцом страдать за имя Иисуса Христа. Друзья мои, кто-то платил за то, чтобы мы оставались верными Богу. Мой дед когда-то в 43-м году, когда нужно было идти и брать в руки оружие, он отказался от этого. И его зверски замучили. Ему было 37 лет. Это почти как мой сын. У него было 8 детей. Осталась одна мать, вдова, которую Бог питал, кормил. И Бог не оставил ни одного, ни одного деща. Бог не оставил ни одного ребенка. Бог не оставил, знаете, ни одного из наследия этого. Потому что, знаете, были люди, которые прошли раньше нас. Они видели намного вперед. Больше, чем мы. И они платили своим комфортом. Они платили свободой. Они отдавали жизнь за имя Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, которому служу от прародителей. Дорогой брат и сестра, сегодня, живя на этой земле, ты можешь влиять на свое будущее поколение. Ты можешь быть благословением для многих и многих, которые родятся после тебя. Когда-то моя мама говорила, что она ходила молиться к своей бабушке. Сегодня мои внуки, они славят Бога. Они преклоняются перед Богом. Бог покрестил Духом Святым. Слава Богу, друзья мои. И я благодарю, что были люди, которые служили Господу. Не потому, что я был хорошим. Я нахожусь, что я был во многом, может быть, не таким. Но Бог определил на служение. Бог дал милость. И сегодня Бог хочет, чтобы ты и я были благословением для своих детей, для будущих поколений. Не на один день, не на один год. Но сколько Бог продлит жизни, чтобы твое наследие, чтобы твои дети, которые будут рождаться в твоей семье, они были благословением. Благословением для Бога. Чтобы Бог радовался о них. Чтобы Бог не плакал о них, не скорбел. Когда-то Иисус Христос подошел, когда шел в Иерусалим, Он посмотрел на него, и Он плакал о нем. Потому что Он говорил, я сколько раз, я хотел собрать вас, как птица птенцов. Но Он говорит, вы не захотели. Слово Божие говорит нам о том, что Моисей пришед в возраст, отказался называться и быть сыном дочери фараоновой. Отказался добровольно. Никто его не заставлял. Он увидел страдания людей. Он увидел страдания своих отцов и матерей. И Он сказал, я лучше пойду страдать с Моим народом. Это муж веры, о котором пишет Священное Писание. Я хотел бы всем вам пожелать, братья и сестры, чтобы ваши дети, когда они вырастут, чтобы они приняли добровольное решение служить Господу. Чтобы ваши дети приняли добровольное решение заключить завет с Богом и служить Господу. Иоанн говорит, что для меня нет большей радости, нежели слышать, да и видеть, что дети мои ходят в истине. Слава нашему Богу! Мы хотим этого, мы желаем этого, мы молимся об этом, мы мечтаем об этом, друзья мои, и мы хотим этого, а Бог видит желания сердец наших и исполняет, друзья мои, желания тех, которые служат Господу. Пусть Бог поможет всем нам, чтобы мы оставались верными нашему Богу. Подавая пример, пример нашим детям. Вы знаете, когда выбирают служителей, они смотрят, а какая у них семья, правда? Это первое. А какая у него жена? А какие дети? А послушание ли они? Или же они где-то в каком-то, знаете, непонятном положении, в церкви нету, непослушные, какие-то дела творят. Такой человек не может быть служителем, говорит апостол Павел. Может быть, я что-то утрирую. Ну, вы меня простите, так написано в Слое Божием. И даже Павел говорит, и свидетельство еще, вот оттуда, от внешних. А что говорят люди про моих детей? А что говорят в школе про моих детей? А как они там себя ведут? Оказывается, Бог говорит, что не только в церкви, среди вот нашего общества мы должны быть такими хорошими людьми, примерными. А вот там, когда мы выходим за порог этого дома, а что могут про нас сказать люди? Поэтому это очень важно. Это говорит Священное Писание. Сегодня пусть Бог поможет нам, братья и сестры, чтобы это Слово Божие, оно в нашем сердце и в наших семьях, оно было живым и действенным. Я хочу напомнить такое место и буду уже заканчивать. Это Марка 10 глава. Марка 10, 13. Приносили к нему детей, чтобы он приказался к ним. Ученики же не допускали приносящих. Всем нам известное место и мы все это, я думаю, что нам не нужно это читать или о чем-то ну толковать, но мне бы хотелось именно заметить то, что люди приносили детей к Иисусу Христу. Вот одно прикосновение. Одно прикосновение Бога к нашим детям, к нашим малым, вот этим младенцам, которых мы приносим, оно может поменять всю жизнь, слава нашему Богу, поменять жизнь для того, чтобы наши дети были посвящены не этому миру. Сегодня многие родители хотят, чтобы он имел самое хорошее образование, чтобы он хотел самую высокооплачиваемую работу, чтобы он меньше работал, только вот бумаги подписывал, и на этом вся жизнь заканчивается, и все хорошо, как сыр в масле, как говорят, вы знаете. Но не для этого мы приносим сюда детей, братья мои и сестры. Иисус Христос был сыном плотника. Я по себе знаю, я долго работал на этих работах, это весьма тяжелый труд, изнуряющий труд, и этим трудом занимался Господь, Иисус Христос на стройке работал. И вот мы хотим, чтобы, конечно, я не говорю, чтобы все были на стройке, сохрани, помилуй, нужно учиться, нужно приобретать профессию, это необходимо, важно. Но это не на первом месте. Мы хотим, чтобы Господь прикоснулся к ним и благословил их своим благословением, чтобы наши дети знали Бога нашего. Мы видим, что Иисус Навин когда-то говорил, я и дом мой будем служить Господу. Он видел проблемы в народе, он видел, как много влияния извне на его народ, эти окружающие народы. Он говорит, вы как хотите, но я и дом мой будем служить Богу. Мы сегодня так говорим, братья и сестры. И когда люди, которые были после Иисуса Навина, знали силу Господа, знали то, что Бог делал для его народа, они знали Бога и боялись Бога, и не поступали, как прочие народы. Но когда ушел Иисус Навин, когда эти люди поумирали, пришло другое время, люди начали отступать от Бога. Вот это самое страшное, что мы можем читать, друзья мои, когда люди, знающие Бога, которые служили Богу, и когда поумирало старое поколение, они не захотели служить так, как служили их отцы. Мы сегодня молимся, и мы желаем показать добрый пример, чтобы те дети, которые будут после нас, чтобы они служили Господу. Правда, это очень важно. В данный момент это очень важно. И дальше написано, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие, слава Богу. Детей место есть Царство Божие. Господь когда-то говорил, если не будете как дети, не можете войти. ребенок говорит, моя мама самая лучшая, мой папа самый сильный. Чтобы отец как бы не наказывал, чтобы мать не требовала от своей дочери, приходит момент, эти дети обнимают, целуют, плачут и говорят, моя мама самая лучшая, мама, прости меня. Это детская вера, это детская искренность. Господь говорит, если не будете такими, не войдете. Он поставил дитя в пример. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Слава нашему Богу, что Господь не сказал, правильно вы говорите, давайте мы как-нибудь подождем, найдем другое время. И мы тогда об этом поговорим, но мы видим, что Он призвал их к себе, Он обнял этих детей, Он благословил, Он возложил на них руки. Сегодня будет это благословение детей наших. Друзья мои, пусть Сам Господь, Иисус Христос, придет и возложит руки на этих детей, благословит родителей, чтобы они могли довести этих детей до того совершеннолетия, когда они добровольно изберут служить Богу и продолжать путь идти за Богом. Пусть Бог благословит ваши семьи, ваши дома, ваших детей. Да благословит всех, Господь. Аминь. Помолимся, друзья мои. Иисус Христос, Пастор Добрый. Ты знаешь все наши нужные переживания. Ты знаешь, Господи, наши обращения к Тебе. Ты знаешь наши молитвы и моления, Господь, о наших детях, об этом, Господи, подрастающем поколении, которое рождается после нас. Пусть они служат Тебе, Господь, пусть они прилипляются к Тебе, Господь, пусть их пленяет Царство Твое, Господь. Благослови эту Церковь, благослови этот народ, Господь, благослови братьям и сестер, Господь, которые служат Тебе, благослови их дома, благослови их семьи, во имя Иисуса Христа, Ты Бог наш. Дорогой наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, благословляем Твое имя, Господь, за этот воскресный день, за ту возможность, которую мы имеем сегодня, молиться за наших детей, Божие. Мы просим, благослови этих молюток, которых братья будут приносить на руках молитвы, Господь, благослови, чтобы они были посвящены для Тебя. Благослови эти молодые семьи, также, Господь, где рождаются дети, Господь, ибо Ты сказал когда-то пленникам, Господь, в Вавилоне, чтобы они не умолялись, чтобы они строили сады, чтобы они, Господь, дорогой, строили дома, чтобы они рождали детей, чтобы они выдавали своих дочерей замуж, чтобы они брали в жены своим сыновьям, Господь, Боже, и Ты сказал, плодитесь, но не умоляйтесь, размножайтесь, пусть это вас не будет меньше, это время благоприятное, а сегодня, Господь, это чудное время, время свободы, дай, чтобы оно не было к угождению плоти, но чтобы нам служить Тебе, так, как говорит Твое Слово. Благослови, дальше продли это служение, благослови эту церковь, благослови братьям, которые трудятся, Господь. Мы видим это устройство, это благословение, это пение хоры, Господь, эти проповеди, молитвы, моления, Господь, да будут они услышаны Тобой, да придут они при лице Твое, Господь. Аллилуйя. А кто-то пришел, может быть, удрученным, Господь, коснись Твоей благодатью, а кто-то страдает, Господь, от борьбы со грехом, дай победу, Господь, во имя Иисуса Христа, излечи сердечные раны, Господь, перевяжи и помажь Твоим елеем, елеем исцеления, Господь, елеем мира и покоя Твоего, Аллилуйя. Благословено Твое имя, Господь. Да прославился Ты, наш чудный и дивный Спаситель, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем доложникам нашим. и не введи нас в Твоих искушениях, но избави нас от Твоего, ибо Твое есть Сарство и сила и слава вовеки. Аминь. Братья и сестры, мы будем сейчас приступать к нашему служению благословения детей, поэтому, пожалуйста, братья, приготовьте восемь стульей, поставьте и пройдите, родители, с вашими детками и пройдите сюда на сцену. Спасибо. 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 Слава Господу, братья и сестры. Мы благодарим Бога за это служение, за то, что Бог послал Слово через уста братьев и вам уже много было сказано хороших наставлений. Правда? И я думаю, что я не займу много времени, чтобы говорить, мы будем молиться, приносить ваших деток вместе с вами и отдавать в руки Бога нашего. Самые надежные руки. Поверьте, это самое лучшее место, где могут наши дети быть сохранены. Это у Бога. И самое большее, кто может ваших детей благословить, это сам Бог. Я думаю, вы с этим согласны, правда? Поэтому мы принесли своих детей, и мы будем об этом молиться. Я буквально несколько стихов прочитаю. Это с Иоанна, от Луки. Луки эти слова уже были прочитаны от Марка, но Лука пишет такие же слова, это 18 глава, 15-16 стих. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же это видя возбраняли им. Но Иисус подозвал их, сказал, пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Когда мы говорим такое слово семья, вот как вы думаете, что мы подразумеваем прежде всего в этом слове семья? Ну, конечно, это папа и мама. Ну, как же семья может быть без папы и мамы? Семья – это дедушка и бабушка. Семья – это братья, сестры, это сыновья, это дочеря. Вот это семья. И сегодня мы понимаем, что на семью настолько большая атака в этом мире, чтобы как-то семья не выделялась особо. Сегодня беспорядочные, такое, я бы сказал, просто греховные отношения людей друг с другом, что не могут даже разобраться, кто папа этого ребенка, кто мама. И люди иногда, ну, мама, понятно, она родила, но люди настолько превратились, вот это все такое безумие, что сегодня Библия называет это просто грехом блуда или прелюбодеяния. Поэтому сегодня ценность семьи, она просто умаляется, она просто не защищена во многих государствах, ни законом, ничем. И мы сегодня живем в такой стране, где тоже не особо обращают время, то есть не обращают на семью внимания. мы понимаем, что сегодня в этом мире предлагаются настолько различные изощренные способы, чтобы что-то поменять, не так, как это сделал Бог, не так, как Бог положил в своем плане. Сегодня пытаются менять, даже, ну, если родился мальчик, ну, а он не хочет быть мальчиком, надо поменять. То есть вмешиваются в то, что Бог не повелел человеку вмешиваться, туда люди влазят. И это только беда, это только беда. Но есть верующие люди, которые познали Бога, которые боятся Бога, которые любят Бога, которые служат Богу, которые стараются со всех сил выполнить то, что Бог повелел. Вот эти люди сегодня в церквях, в христианских церквях, в нашей церкви, и они рождают детей, они их приносят пред Богом, благословили, что Бог их благословил, церковь благословила. И самое, я бы сказал, правильное общество, где ценится семья, это церковь. Это церковь. И пусть Господь поможет нам сохранить это, не просто как культуру, сохранить не просто как, ну, что-то такое полезное для церкви, для общества, чтобы это было свято в наших церквях, чтобы Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему, чтобы Бог вдунул дух жизни в человека и человек стал душой живой и познал, что он является творением, Божьим творением, творением Отца Небесного. И как мы Его творение, как мы были сотворены им по Его подобию, по Его образу, то мы Ему служим, мы Ему принадлежим, и семьи наши Ему принадлежат, и автор наших семей это сам Бог является, слава Ему за это. Поэтому пусть Господь благословит, и мы будем совершать молитву за наших и прекрасных деток, которые сегодня так смотрю, родители держат на своих руках, так нежно, так особенно. Я так верю, что вы получили благословение от Бога, правда? Это благословение, вы все подтверждаете? Аминь, да, это благословение, это подарок от Бога. И вы сегодня слышали, какими вам нужно быть. Вы слышали, что вы должны передать эту веру, живую веру вашим детям, ваша жизнь, ваше поведение, они будут поначалу видеть Бога у вас. Они будут Богом называть вас, так образно говоря. Потому что Папа, это будет тот, который будет закон семье создавать. Такой правильный закон, не жесткий такой закон, а любящий закон. Потому что Отец наш небесный, Он любящий Бог. Он любит миловать. И мы читаем Писание о Боге пишется, что Я Бог любящий миловать. Бог вот такой добрый. И Он вложил в сердца отцов, чтобы отцы носили такое же звание, как Отец Небесный. Представьте, вас не назвали как-то по-другому, а назвали отцами. И Отец Небесный тоже называется отцом. И вы должны подобиться Ему. Поэтому пусть Бог благословит вас, дорогие отцы. Вы являетесь главными семьей, вы те, которые благословляете ваших детей и учите. Пусть Господь вам поможет. И также вам, жены, дорогие, помощницы, пусть Господь вложит в ваше сердце. Потому что, повинуя своему мужу, вы учите ваших детей по повиновению. И они будут вас уважать и повиноваться. Пусть Бог благословит. И я хотел бы, чтобы, наверное, микрофон братья познакомились. Franklin. Еще раз. Franklin. Бенклин. Понятно. Adam. Да, но это нельзя забыть. Levi. Levi. Это Леви. Juliet. 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 Хорошо. Так, братья, Игорь, проходи, Борис и Андрей. Проходите сюда. Мы сейчас будем молиться. Ваши детки, они расцвет уже проводят, так что мы молимся. Хорошо. Вы стреляйте в вашей колене. Где они на пол? Давайте мы так отсюда по часовой стрелке будем вперед помолиться. Алиса. Игорь, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отец Небесный, мы благословляем Олесю, как маму Господи. Ты дал ей эту благодать быть мамой, Господь. Благослови ее, Боже, и той благодатью, чтобы она могла воспитывать, хранить и своего дитя, и всех деток, которые ты даешь, Господь. Даруй ей быть мудрой женой, благословенной. Дух Святой да пребывает с нею. Дай ей здоровье, дай крепости. Господь дорогой, пусть Твой совет сопровождает ее. Господь дорогой, Боже, благослови, благослови этим драгоценным духом ее сердце. Во имя Иисуса Христа мы молим. А воочи, Дух Святой, посещай, Господь, посещай Тату и устрояй, устрояй жизнь во славу Твоего Святого имени. Аминь. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за еще один подарок, Господь, этого сына. Мы принимаем его, как от Тебя, Господь. Мы верим, что Ты принимаешь его к себе в завет с Тобой, как Ты принял и нас, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам иметь живую веру, чтобы нам было что передать, Господь. Я прошу Тебя, живи в наших сердцах, чтобы наши дети в нас видели Иисуса Христа, Господь. Я прошу Тебя, дай нам мудрости, Господи, в воспитании, дай, Господи, терпения, силы, дай здоровья, Господь, как и нам, так и детям нашим, Господь, так и нашему сыну Фрэнкману. Благослови его, Господи, здоровья. Но больше всего мы просим Тебя, чтобы он принадлежал Тебе, чтобы, если Ты продлишь дни жизни, Господи, чтобы он послужил, Господи, для Царства Твоего. Мы просим Тебя, пусть Твое благословение будет над нашей семьей. Отец, и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог наш, Божий, я прошу, благослови моего брата Джорджа, Божий. Он сегодня принес Твоё дитя пред лицом Твоим, Божий. Господи, я именем Твоим благословляю его, Божий. И прошу, Божий, дай ему сил духовных и телесных. Дай, Господи, благословение в служении в Церкви. Благослови, дай ему сил телесных, чтобы он мог зарабатывать деньги для своей семьи и снабжал хлебом, Господь. Благослови всё это, Божий. Во имя Твое он мой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Милосердный Господь Бог, мы в этот час идём при лицо Твоё Божие и принесём на руках молитвы, Господи, Сыночка, который Ты дорвал для друзей наших, Божие, благослови. Мы просим милости, мы просим благословения, мы просим Твои ограды. Пусть он принадлежит Тебе. Сохрани для Царства Небесного, чтобы он познал Тебя, полюбил Тебя, служил, Господи, чтобы он здоровенький возрастал для Царства Небесного. Божие, во имя Иисуса, сохрани от всякого влияния этого мира, Господь. Пусть он любит Тебя, служит Тебе, Господь, ибо Ты, Бог наш, и мы отдаём Твои руки, прикасайся, Боже, к его жизни, сердцу, Боже, чтобы он служил Тебе, Святому Богу. А мы посвящаем Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господь Бог, мой Отче, Небесный Отец, Господь. Я так благодарю Тебя, Господь, за прощение, Господь Боже, что я, склонив колени, Господь, могу благословлять чудо, Господь, которое Ты явил, Господь, нам, Боже, Господи. Слава Тебе, слава Тебе, великий Отец, Господи, Боже, великое имя Твое, святое, Я так благодарна Тебе, Господь, Боже, что Ты явил милость свою, Господь, нашу семью, Господь, Боже. Я прошу Тебя, Господь, укрепи нас, Господь, как семью, Господь. Укрепи и благослови, Боже, даруй мудрость, Господь, свою, Боже, воспитание этого дитя, Господь. Это награда Тебя, Господь, Боже. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, Иисус Боже. Помоги нам, Господь, любить Его так, как Ты, Господь, любишь нас, Господь. Боже, Господи, на всех путях Божьих, прошу Тебя, сохрани, Сына моего, Господь. Даруй, Господь, мудрость Ему, Господь, сердце Твое, Господь, Боже, доброе, любящее, прощающее, Господь, Боже, вложи, Господь, Боже, прошу Тебя, Господь, благослови, Боже. Все в Твои руки я даю, Господь, вечный Бог, живой Отец мой, небесный. Слава Тебе, хвала Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, именем Твоей Святой мы благословляем Арго, Боже. Благословляем, Господь, ее именем Твоим, для славы Твоей, Боже. Благослови ее, как мать, которая держит этого первенца на своих руках, Боже. Да будет, Господь, Твое помазание на ней, в ее сердце, Господь. Господи, пусть она всем своим существом, Боже, любит Тебя и любит свое дитя. И вложит в это маленькое дитя, Господь, любовь к Тебе, Боже, которую Ты явил для нее. Боже, мы просим во имя Твое. Пусть, Господь, будет Твое помазание в ее жизни, во всех ее путях, Господь. Ограждай, охраняй, Господь, и дитя береги, Господь, от влияния Твоего мира, Господь, от всего нечистого, Боже. Возрасти его, Господь, здоровеньким, крепеньким, Господь. Пусть он служит Тебе во все дни жизни, Господь. Все это мы просим во имя Твое. Благословляй именем Иисуса Христа. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Господь, Отец нас небесный, слава Тебе, Боже Святый, слава Тебе, всемогущий Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за этот подарок, за милость такую, которую Ты даровал нашей семье, Господь. За то, что Ты подарил нам такого прекрасного Сына, Господь. За то, что Господь у нас есть любовь в семье, взаимопонимание Господь есть. И мы можем, Господь, в этой любви воспитывать нашего Сына, Господь. Слава Тебе, всемогущий Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови Его, Господи, дай ему силу, Господи. Пусть Он, Господь, растет и формируется под Твоим благословением, Господь. Свероя в Тебя, Господь, пусть растет и формируется этот человек, Господь. Пусть всю его жизнь, Господь, Ты будешь покровителем его, Господь. Чтобы он шел за Тобой. Чтобы он тянулся к Тебе, Господь. Чтобы во всех трудностях, которые будут его настигать, Господь, он мог на Тебя опираться. И также, когда он будет испытывать радость или благодарность, чтобы он благодарил только Тебя. Чтобы он принимал эти благодарности, эти все милости Твои, Господь. И благодарил только Тебя, Господь. Прошу Тебя также, благослови нашу семью, Господь. Чтобы Твое благословение было и дальше над нами, Господь. Чтобы кровительство Твое было над нами, Отец Небесный. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, благослови мою жену, Господь. Дай сил, терпение, Господи, пожалуйста, Господи. Чтобы оно имело мудрость, Господь, правильно воспитывать сына. Чтобы я, как муж, глава семьи, также имел мудрость, Господь. Имел благословение Твое, Господь, правильно воспитывать нашего сыночка, Господь. Чтобы Иисус, Господь наш, был центром нашей семьи, Господь. И все наши мысли, все наши действия, все наши поступки были направлены и были сделаны через Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Отец, Сын и Дух Святого имени. Милосердный Господь Бог, в этот час мы просим, Боже, за нашего брата Андрея. Господи, Ты дал ему право называться отцом, Боже, слава Тебе. Ты дал ему семью, Ты призвал его в церковь, Господь. И, мол, он сегодня взывал к Тебе, просил милости и благословения. И мы просим, благослови его мудростью, силой духовной, телесной, Боже, чтобы он был священником в доме, чтобы всегда на жертвенник огонь горел, молит пред сон Твоим за семью Божию. Помоги ему, благослови, наполняй его силой Твоей, благодатью, в виде и мудростью, Господь. Пусть Твоя благодать всегда сопровождает эту семью. Мы просим, во имя Иисуса Тебе слава веки. Аминь. Отец имбестный, родители посвящают Своего Сына Тебе, Господь. И мы возносим молитву за Него, за Адама. Но, Господи, когда-то Ты дал первому человеку это имя, и Писание называет его тоже Твоим Сыном, Господь. Пусть и этот Адам будет Твоим Сыном, а Ты будешь ему Отцом, Господь. Пусть Твое Отцовское попечение хранит его во все дни жизни ему назначенной, Господь. Благослови Твоим Духом, Твоей благодатью, Господь. Сердцем добрым благослови, здоровьем благослови, Господь. Милостью Твоей, Боже мой, руководи Духом Твоим святым, положи на Нем Твое благословение. И мы благословляем именем Твоим, именем Иисуса Христа, Господь дорогой. Да будет он в радость родителям, Господь дорогой. Да будет ходить в послушании, Господь. Да будет открыто сердце его для Тебя, для Господа, для Слова Твоего, Боже мой. Да будет наполнять его Дух Святой, чтобы он был употребляем Тобою во славу Твоего, Святого имени. А до этого времени, Господь, как будешь его употреблять, храни его и оберегай. Тебе да будет вечная слава Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи, благослови, Господи, быть доброй помощницей для мужа своего. Благослови ее, быть добрым примером для детей своих, Господи. Будь, Господь, с ней, Боже, веди по этой жизни, Господь. И всегда Твое благословение да пребудет на ней. Именем Твоим благословляем наш Бог ее, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Господи, Боже, я благодарю Тебе за этот прекрасный день, Господи. Мы могли склониться пред Тобою, Господи, Боже, Иисус. Я Тебе славлю и благодарю нашего хлопчика, что Ты нам подарил, Господи, Боже, Иисус. Славлю, славлю Тебе за все, Господи, Иисус. Я прошу Тебе, Иисус, Ты благослови, Господи, Иисус. Допоможи, чтобы Он всегда Тебе служил и шел на Твоем пути, Господи, Боже, Иисус. Чтобы Он всегда, Иисус, был святом в цьем мире, Господи, Боже, Иисус. Я Тебе прошу, Иисус. Также благослови нас, как родителей, Господи, Иисус. Ты поможешь, чтобы мы, Иисус, пример им показать, Господи, Боже, Иисус. Чтобы Он всегда Тебе служил и донесся до конца, Господи, Боже, Иисус. Я Тебе благодарю, Господи, Иисус. Я прошу Тебе, бачи, как мне глава семьи, Иисус. Дай мне мудрость, как правильно поступать, Иисус. Но всегда, Иисус, Тебе обращаться, Господи, Иисус. Я прошу Тебе, Иисус, Ты благослови, Иисус. Я благодарю Твоего за все. Во имя Отца, Сын и Духа Святого. Аминь. Отец Небесный, мы благословляем брата нашего, Господь, чтобы он был мужем добрым, Господь, верным Тебе, Господи, Духом Святым наполненным, Господь дорогой, чтобы Бог нес свое отцовское попечение своей семье, Господь. Даруй ему Твой совет, Господь, Твое помазание сопровождает его, Господь дорогой, Боже мой, помогай ему в трудах его, которые есть у него, о заботе о семье, Господь. Посылай ему просимое, Господь, когда он будет молиться Тебе и взывать Тебе, Господь, да будет открыто небо, Господи, да придет ответ, да будет содействие Духа Твоего и ангелов Твоих во имя Иисуса Христа. Помоги ему хранить дом свой, семью свою по слову Твоему, Господь, благослови. И мы его благословляем именем Твоим, именем Иисуса Христа, да будет Твое благословение на Нем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь во имя Иисуса Христа, благословяем это прекрасное дитя, которое Ты подарил Его родителям, Боже, с таким прекрасным именем, Господь. Пусть это имя воплотится в Его жизнь, и Он будет действительно священником для Тебя, Боже. Пусть Господь, Он вырастает в послушании, принимает воспитание родителей, впитывает это и больше всего любит Тебя. Пусть с детских лет Его сердце прилепится к Тебе, Боже. Да познает Он Тебя, вечного Бога, Господь, и да будет это дитя во всей жизни посвящено Тебе, Боже. Ты определяешь его жизнь, ты определяешь во судьбу. Все от Тебя, в Твоей руке, Боже. Поэтому сохрани его от всякого рода зла. Сохрани его от всяких Господь, недобрых и злых людей, Господь. Сохрани его, чтобы он всегда находился в том обществе, где славит Тебя, где прославляется имя Твое Святое. Пусть Дух премудрости почиет о нем. Дух Святой. Мы просим, Боже, да будет Твоя рука милости, ограды охраны над ним во всей жизни его, Господь. Да прославишься ты через его жизни. Добрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Моя heavenly father, I come before you this morning, Lord. I thank you, God, for my child, Lord. I thank you so much for giving дуличка to me, God. Like your word says, Lord, that children are a blessing from the Lord, God. It rings so true in my life, God. I thank you so much for my children, Lord. I thank you, God, that when I was so sick, God, and I felt hopeless, Lord, when I was carrying her, Lord, you never left my side, God. You gave me strength every day, God, from the next day to the next, Lord. You never left my side, God. And even though there were so many worries for her, God, she was born healthy, and I thank you for my child, God. I thank you, Lord, that you brought my whole family together, Lord, that you gave me a wonderful spouse, God, that helps me, God, to raise my children, Lord, God, someone I can lean on, God, I thank you so much, Lord, that you brought us all together, Lord. I pray for her today, God. I ask for your blessing, God, in her life, Lord. I ask, Lord, that you protect her mind, God. There is so much evil in the world, God. There are so many people, God, that seek to destroy our children, Lord. And I ask, Lord, in the name of Jesus, that you protect my child, God, in her mind, Lord, God. I pray, Lord, that you protect her body, that she be healthy, that you protect her from physical ailments, I ask, God, I'm so grateful, God, that you gave her to me, Lord. I pray, God, that you would reveal yourself to her, Lord, in your time, Lord, God, that she would see you, Lord, in her life, God, that she would follow you, Lord, that she would love you, God. I pray for myself as a mother, God, that you would continue to change me, Lord, so that my children could see the love of God in me, that they would see, God, that there's forgiveness, God, for their sins, God, that they would see, Lord, yet there's a father that loves them, and that there's a father that is merciful, and that they can cry out to you, God, at any time, Lord, and you will answer them, Lord. I pray, God, that you would continue to change me and mold me into a vessel, God, that you could use to minister, Lord, that I would minister first and foremost to my children, God, and then to others, Lord. I pray, God, that you bless Julichka, God, and our whole family, Lord, and that you use us for your glory, God, and that you use the life of this child, Lord, for your glory, Lord. I put her, God, into your hands, Lord, God. All these things I pray in your name. Amen. 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 Бог мой, Господь, мы пришли сегодня тебе, я пришел сегодня тебе с благодарность в моем сердце. Боже, слава тебе, Господь, за то, что через многие радости и многие скорби, Господь, ты привел нас сюда. Господь, мы принесли сегодня еще одну дочь тебе, Господь, посвятить ее жизнь только тебе, Господь, чтобы каждый шаг ее жизни, Господь, был только предан тебе, Господь. Мы просим, Господь, благослови ее. Пусть твое благословение будет с ней, Господь, с этого момента и до конца ее жизни, Господь. Мы просим Твою милость, чтобы Дух Святой ввел ее, Господь. Ты видишь, Господь, в какое время мы сегодня живем, и какие люди окружают нас, Господь, и сколько зла окружает нас, Господь. Мы понимаем, что мы бессильны, Господь, что-то с этим сделать. И мы знаем, Господь, что только через Твою силу, Господь, только через Твой Дух, Господь, Ты можешь помочь нам. Мы просим, Господи, чтобы Ты поддержал меня и Кристину, Господь, в нашем пути, чтобы Господь через Твою силу, Господь, через терпение, мы могли ее воспитать, Господь, так, и показать ей такой пример, чтобы она только любила Тебя и любила служение к Тебе, Господи. Мы просим, Господи, Ты всезнающий, Господь, Ты всезнающий Бог, Ты знаешь наши молитвы, наши сердца, Господь, то, что мы приносим к Тебе, Господне. Мы верим, что Ты отвечаешь и Бог, и имеешь милость каждому из нас, Господне. Мы молим все это перед Тобой, а Тебе будет слава, Отцу, Сын, идусь этому. Аминь. Отец Небесный, мы благословляем Тараса, Боже мой. Ты даровал ему быть Отцом, Господь дорогой Божий. Благослови его своим благословением. С небес. Он нуждается в помощи Твоей. Он нуждается, чтобы сила Божия, сила благодати пребывала на нем, Господь дорогой. Этот мир жесток, но силен Бог. О мой Господь, то наполни его сердце и любовью, и верою, Господь дорогой. Благослови ему быть добрым мужем, Господь, во имя Иисуса Христа. Мудростью благослови, да будет милость Твоя здоровьем, Господь дорогой. Силы дай в заботе о семье, Господь дорогой. Дай ему, Господь, быть мужем молитвы, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Отвечай на Его нужный, Господь, дорогой, Боже мой, отвечай во славу Твоего Святого имени, благослови всех, всю его семью, во славу Твою, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, во имя Твое, мы вместе с родителями приносим это дитя, эту прекрасную девочку, сестричку, Господь, которая сегодня в Доме Божьем, Боже, посвящается во все дни жизни Тебе, Боже, служению Тебе. Она принадлежит Тебе, к народу Твоему Святому, Боже. Слава Тебе, благодарность Тебе, Боже. Благослови Твоими благословения. Пусть все благословения неба придут на нее, Боже. Те благословения, которые не приносят печали, а приносят радость, Боже. Пусть она возрастает на радость родителям. Пусть она возрастает для славы Твоей, для пользы в Церкви, Боже, Иисус. Пусть во всей дне жизни, Господь, она всегда принадлежит только Тебе. Господь, вложи в ее сердце ту способность, в которую она сможет Тебя прославить в своей жизни. Боже, благослови, огради ее от всякого рода зла, от всяких искушений, от болезней, Господь, от всего, что есть в этом мире негативного. Сохрани ее, Господь. Пусть Твои руки будут надея во всей дне жизни, Господь, мы это просим во имя Твое, благословляю именем Твоим Святым, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие сестры, мы сейчас все благословим этих прекрасных семей, этих прекрасных деток тем благословением, которым Бог нам поручил благословлять. Да благословить Тебя, Господь, и сохранить Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Будьте благословены, мы Вас всех поздравляем от нашей Церкви и для Вас сейчас, наши хористы, и для всех мы споем. 4, 6, 4. Мой дом и я, пожалуйста. Мой дом и я, служить хотим Тебе, Христос, лишь одному, но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Тебе, как жертву отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Свою. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Свою. Значит, сестры, наше служение утреннее заканчивается. Оно практически уже закончилось. Я сделаю объявление. И мы пойдем по нашим домам. Пусть Бог благословит всех вас, которые сегодня были в служении. И мы, я думаю, все от искреннего сердца благословляли эти семьи, о которых мы молились. И так хорошо, приятно, что и стихи, и пение наше, и проповеди направлены о семье. Это действительно очень сегодня важно. Я думаю, что как никогда сегодня нам нужно обращать и время наше посвящать, и обращать внимание на семьи. Потому что семьи – это действительно очень важно. И для церкви, и для общества. Смотрите, даже если взять, ну, хотя бы пару десятков лет назад, чуть больше, какие были семьи, и там, где мы жили, в тех странах, на Украине, в России, откуда мы выехали, и что сегодня происходит. Точно так в Америке. Все эти ценности, они как-то меняются, и сильно меняются. Для этого даже проводятся целые такие воспитательные работы. В школах направляют наших детей, чтобы они только себя считали личностью. Вот как они хотят, вот как им это нравится, чтобы меньше слушали родителей. И сегодня мы нередко слышим об родителях, говорят, что это уже прошлый век, это уже все забыто. Они отсталые. Вот вам принадлежит будущность, вам принадлежит все, весь прогресс и все остальное. Библия учит не так. Библия обращает наше внимание на наших отцов, на наших дедов. И действительно, как брат сказал, что я от прародителей служу тебе, Бог мой. И я так могу сказать, и многие из нас так могут сказать. Мы этим не хвалимся, не превозносимся. Это просто милость Божия выпала на нашу долю, что мы родились в семье верующих родителей, в втором или в третьем, может быть, даже в четвертом поколении. Это милость Божия. Многие люди сегодня, которых Бог призвал, они не могут этим как бы похвалиться. Но милость Божия, она настолько велика, что люди, которые сегодня заключили завет с Богом, уже более в возрасте совершенном, возрастном, может быть, кто-то пришел к Богу в конце дней жизни, кто-то пришел к Богу в начале, и родители не служили, деды не служили, но Бог вас возлюбил, Бог вас призвал. Вы почувствовали этот голос? В глубине своей души пришли к Богу. Слава Богу за это. Поэтому мы не хотим никого унизить, мы не хотим ни пред кем превозноситься, но мы хотим воздать всю славу Богу. Бог достоин славы. Мы благодарим Бога за то, что Бог решает все наши вопросы, слышит наши молитвы. Я знаю, что большое переживание было очень такое неспокойное было на сердце у многих людей, у американцев, у русских, в этой стране с этими выборами. И я бы сказал, не только в этом своем, во всем мире. Весь мир как бы затаился, ожидал, какой будет результат. Но случилось то, что случилось. И я верю, что Бог слышит молитвы. Я верю, что Бог отвечает на молитвы. Я верю, что Бог делает так, как Он этого хочет. И иногда нам непонятна Его воля, иногда мы не понимаем, почему Бог так решает. Но Бог знает. Бог говорит, только я имею намерение о вас. Намерение на добро, а не на зло. И это намерение у Бога есть сегодня к Божьему народу и к этому миру. Слава Богу за это. Но это не значит, что мы должны расслабиться. Это не значит, что теперь все будет хорошо, спокойно. Можно есть, пить, веселиться. И живи душа для себя. Я думаю, что мы не должны ни на минуту расслабляться. Братья и сестры, как бы ни произошли выборы, кого бы ни избрали, мы понимаем, что все держит в своей руке Бог. И если Бог что-то попустит, кто может противостоять Богу? Кто может что-то поменять? Но то, что Бог хочет, Он делает. Поэтому мы должны продолжать молиться, бодрствовать, не расслабляться ни в коем случае. И посвящать служения, посвящать собрания, особенно молитвенные собрания. Мы в пятницу имели служения молитвенные. Хорошее такое служение, такая молитва была. Как-то так, ну, Бог особо благословил нас, наполнил Духом Святым. И мы ушли очень довольны после этой молитвы. Но я так смотрю, что не так много людей сегодня желают посещать в пятницу. Да и в среду не всегда у всех получается, или не у всех есть желание. Я призываю, призываю всех вас, братья и сестры, давайте особо обратим внимание на молитву. На молитву. Это очень важно. В последнее время это очень важно. Потому что сегодня нас не только должны беспокоить какие-то политические перемены или что-то там, что происходит. Нас больше должно беспокоить наше духовное состояние. И сколько сегодня духовных атак устроено против верующих. Очень многие люди сегодня проводят много времени в интернете, проводят на этих всех сайтах, даже на христианских, так сказать. Есть сайты христианские, но там учения не Христовы. Там учения не то, о котором проповедовали нам наши отцы, наши деды, апостолы оставили. И этим самым люди обращаются. И люди начинают по-другому воспринимать Бога, по-другому воспринимать истины Божьи, по-другому Богу служить. И это может повредить нашему духовному состоянию. Поэтому, кто стоял, мы должны так и стоять в истине. А есть опасность. То, что кто-то стоял, а его может быть поврежден всякими различными вероучениями, неправильными. И от этого человек начинает по-другому мыслить, по-другому к Богу относиться, к служению относиться, к вере своей относиться по-другому. И смотришь, что человека в собрании не стало. Смотришь, и уже по-другому он себя ведет. И есть опасность вообще отпасть от Бога. Поэтому пусть Бог хранит всех вас. Лично с моей практики, небольшой, сколько я уже на служении, я заметил, люди, которые попадают в обольщение, особенно духовное, их практически оттуда невозможно вывезти. Вот мало знаю людей, которых братья помогли с помощью Божией вывезти из того состояния, в котором они оказались. Как правило, это очень сложно. Мне кажется, легче алкоголика призвать и внушить ему, убедить его перестать пить, чем человеку обольщенному. Это очень такая область сложная, когда обольщается дух человека, когда обольщается и человек всякими другими учениями. Поэтому пусть Господь сохранит нашу церковь, всех вас, братья и сестры. И у нас на этой неделе заступает второе отделение. И, значит, мы молимся о семьях, мы молимся о том, чтобы Бог благословлял наши семьи, ограждал наши семьи. И у нас молитва будет и разбор слова, Дима, в эту среду. Да, разбор слова. У нас молитва уже будет следующая. В эту среду у нас разбор слова и также молитва в пятницу на половину седьмого. Мы придем все на молитву. Кто не ходил, попробуйте хотя бы раз прийти, братья и сестры. Просто так. Ну, проэкспонтирую, как мне будет. Понравится или не понравится. И потом сделайте решение. Не обязательно мне говорить, понравилось вам или не понравилось. Но я знаю одно. Я вот сколько раз не приходил на молитву, и было такое состояние, плохо себя чувствую, вроде бы какая-то слабость или усталость. Но пересилил и пошел на молитву. Знаете, ни разу не разочаровался. Ни разу. Всегда эти молитвы, они меня ободряли. Наоборот, оттуда я возвращался домой на намного лучшем и духовном, и телесном состоянии, чем ехал на молитву. Поэтому пощаю вас. Какие еще объявления у нас есть? Что-то я упустил. Для Братского Совета. Братский Совет у нас будет 24 ноября. Это будет воскресенье, через воскресенье. 24 у нас будет Братский Совет между служениями. Поэтому, чтобы братья заранее знали, запомнили. Если больше объявлений никаких нету, мы встанем на ноги, помолимся и закончим это служение. Боже, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Богу нашему. Мы благодарим Тебя, что мы в этот утренний воскресный день могли быть в Доме Божьем, могли нас видаться от слова, которое Ты послал через наших братьев, гостей. Боже, мы благодарим за весь ход этого служения, Боже, за наши пения, прекрасные пения хора, наши общие пения. Мы благодарим Тебя, чтобы мы могли в молитве соединяться в Духе Святом. Мы благодарим Тебя, Боже, мы так нуждаемся, чтобы Ты и дальше был с нами, ввел нашу церковь, ограждал нашу церковь, Господь, наполнял Духом нашу церковь, чтобы каждый из нас мы были исполнены Духа Святого. Боже, я это прошу, во имя Твое, помоги нам, благослови нас, благослови нас на вечерние часы служения, Боже, дай нам также желание такое же, прийти вечером, Боже, на служение, чтобы прославить Тебя, чтобы напитать наш Дух, Господь, от источника жизни, от слова Твоего, от престола благодати Твоей. Все, что мы просим, во имя Иисуса Христа, расходясь с этого места, благослови нас, благослови нас в путях наших, в домах наших, пусть Твоя рука будет над нами, вся слава Тебе, вечный наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашему, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, подойдите, поприветствуйте друг друга, особо обратите внимание на гостей, которые посвятили нашу церковь, вы их не знали, раньше не видели, подойдите, познакомьтесь, пусть Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,